Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях председатель территориальной избирательной комиссии города Одинцова Александр Вячеславович Игнатов. Здравствуйте, Александр Вячеславович! Здравствуйте! Рада вас видеть. Завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Давайте сегодня подведем итоги. Хорошо. Как все проходило? Сколько было избирательных участков? Были ли нарекания со стороны наблюдателей или не были? И сколько трудились наши территориальные комиссии? Да, у нас на территории Одинцовского городского округа было открыто 231 избирательный участок. Работали в этот раз в совершенно беспрецедентном режиме. У нас с комиссией работали участковые с 8 до 8 в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Это вот в чистом времени, если посчитать, 84 часа голосования, которое было организовано нашими участковыми избирательными комиссиями. Хочу отметить и поблагодарить коллег за то, что организовано все было достаточно четко. У нас за весь период, за всю неделю голосования ни на одной избирательной комиссии не было ни одной жалобы. Что, в общем, достаточно говорит о качественной организации работы участковых комиссий в первую очередь. У нас присутствовало только в последний день 885 наблюдателей на всех избирательных участках. Ну, как уже сказал, никаких жалоб не было. В этом процессе организации участвовало 1980 членов участковых избирательных комиссий. Это вот наша избирательная система нашего округа. Также ни один из них не написал, не подал особое мнение к протоколам. Это означает, что все, кто присутствовал, за очень некоторыми исключениями присутствовали все, все, соответственно, согласились с теми результатами, которые утвердили комиссии. Как все-таки строился график? Ведь участковые комиссии работали, как вы уже сказали, в течение недели по 12 часов в день. Но, тем не менее, ведь каждая из них, в общем-то, работает. Да, действительно, абсолютное большинство работают. И здесь нужно было как-то, наверное, и с работодателями урегулировать эти вопросы? Да, у нас есть, конечно, пенсионеры в комиссиях, есть временно не работающие, но все-таки абсолютное большинство это работающие люди. Поэтому, ну, кроме 1 июля, который был официально установлен и объявлен выходным в стране, все остальное время комиссии работали в режиме дежурства, посменно, то есть 2-3 члены комиссии находились на избирательном участке. Остальные в это время, соответственно, работали на своем основном месте работы. Поэтому, в принципе, у нас нигде не было проблем с работой, все это время было обеспечено дежурством членов комиссии. Ну, вот как-то так. В течение недели шло голосование, сделано это было именно для того, чтобы развести потоки людей, чтобы не было массового скопления населения на тех или иных избирательных участках. И, безусловно, люди шли в удобное время, принимали решения, которые они хотели. Но, тем не менее, были ведь и те, которые все-таки предпочли остаться дома. И для них тоже избирательные комиссии, в общем-то, работали. И в этот раз все было упрощено. Да, в этот раз существенно большее количество людей воспользовалось возможностью пригласить комиссию к себе на дом. В этот раз действительно не надо было говорить о какой-то причине, подтверждать ее каким-то образом. То есть желания человека было достаточно, чтобы комиссия, выездная группа избирательной комиссии прибыла на адрес, который там указан избирательным. То есть достаточно было просто позвонить? Да, либо позвонить, либо можно было подать через портал госуслуги в электронном формате такую заявку, либо подать через социальную службу, через каких-то там знакомых. Ну, то есть идти совершенно не обязательно в комиссию было. И действительно, многие этим воспользовались. Одноразовые ручки, маски, перчатки, санитайзеры, паспорт на расстоянии, стул от членов комиссии на расстоянии. Открытые кабинки, ну, в общем-то, беспрецедентные меры безопасности были предприняты для того, чтобы минимизировать риск и возможность распространения коронавирусной инфекции. Да, действительно, мы работали в таких достаточно непростых именно вот с этой точки зрения условиях. Но, в принципе, мы проводили дезинфекцию помещений, мы снабжали каждого избирателя индивидуальными средствами защиты. Ручки, да, паспорт, как вы сказали, уже на полтора метра расстояние показывался. То есть сделано было действительно все, чтобы сократить количество контактов между избирателями. Это такое растягивание времени и разделение входа-выхода на большинстве участков, где это было возможно. И вот дезинфекции поверхностей. То есть мы сделали все, чтобы избиратели не дотрагивались до одних и тех же поверхностей, чтобы они не пересекались в потоках движения между собой, чтобы у нас не было очередей. И это, кстати, удалось у нас скопление вот таких, как обычно бывает в ходе голосования, там, ну, два пика, когда люди идут массово и закапливаются на участках очереди. В этот раз вот из-за семи дней этого не было. В принципе, я думаю, что мы достаточно справились вот с этими такими условиями, с требованиями времени и провели голосование в этом смысле достаточно безопасно. Если говорить о цифрах, безусловно, они уже озвучены, но сегодня бы хотелось, чтобы снова вы их назвали. Итак, как проголосовали жители на муниципалитетах? Ну, у нас по состоянию на момент окончания голосования в списках было 290 тысяч 299 человек, из которых 75,12% проголосовали, приняли участие, пришли, либо пришли, либо проголосовали дома, ну, то есть проголосовали. Ну, в абсолютных числах проголосовало 218 тысяч 69 наших граждан, из которых, да, на вопрос ответили 77,02% или 167 тысяч 582 человека, и нет 22,26% или 48 439 человек. Но 1560 бюллетеней оказались недействительными. То есть, ну, в целом результат, что по явке, что по результату волеизъявления, он как бы примерно такой же, как и в Московской области. Чуть-чуть у нас ниже явка, чем в области, но зато достаточно существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации. Ну, опять же, может быть, это связано с тем, что сейчас летний период, и кто-то уехал, кто-то не смог по каким-то причинам принять участие в голосовании. Ну, да. Возможно, не было интернета, чтобы сделать это досрочно и решить эту проблему. Мы же как бы понимаем, что кто-то вообще никогда на выборы, на голосование не ходит, и, в принципе, предпочитает оставаться в стороне. Мы, конечно, пытаемся разъяснять, что лучше принимать активное участие в жизни общества и государства, но правда остается у человека выбирать, идти ему или не идти. Вы уже сказали о том, что огромное количество наблюдателей первого числа работало на избирательных участках, не было зафиксировано нарушений, но, тем не менее, помимо наблюдателей, огромное внимание к работе участковых избирательных комиссий оказывали и депутаты. Причем не только муниципального уровня, но и областного, и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина тоже приезжала и смотрела, как и, с одной стороны, в рамке безопасности устроена работа избирательных комиссий, а с другой стороны, все ли идет правильно. Ну, здесь, конечно, особое внимание надо подчеркнуть со стороны, вы назвали только часть, на самом деле, тех, кто присутствовал у нас. Ну, это и общественная палата. Это общественная палата, это, безусловно, правоохранительные органы, которые со своей стороны помогали и обследовали помещения предварительно. Это и Роспотребнадзор смотрел, это и представители уполномоченных по правам человека в Московской области, депутаты всех уровней. То есть, очень большое количество, так скажем, органов, лиц, которые со своей стороны в рамках своих направлений деятельности контролировали, с одной стороны, помогали комиссиям организовать этот процесс. И, действительно, особое внимание в этот раз, конечно же, было уделено именно процессам безопасности санитарной, в первую очередь, потому что, ну, если, в принципе, процесс голосования для комиссии, это, в общем-то, большинство комиссий у нас опытные, почти все председатели опытные, то есть, как бы, этот процесс им понятен, известен, они его уже неоднократно проходили, а вот с точки зрения обеспечения санитарной безопасности, конечно, это было абсолютно новое. И в этой связи многие помогали, смотрели, где-то подсказывали. Вот были у нас там случаи, где там не всегда члены комиссии в масках были, конечно же, поправляли и рекомендовали настойчиво все-таки использовать, в первую очередь, для защиты своего здоровья и здоровья тех, кто приходит. То есть, действительно, очень много, кто присутствовал на участках. Мне бы хотелось, чтобы сейчас мы посмотрели вместе с вами сюжет о том, как проходило голосование по поправкам в Конституцию именно в единый день голосования, 1 июля, потому что многие необычным образом пришли на избирательные участки. С утра пораньше бегом на избирательный участок. Для Михаила Белозуба это традиция. Житель Одинцова не пропустил еще ни одного голосования сам. И другим советуют активно принимать участие. Я считаю, что это обязательно надо делать и выразить свое какое-то мнение. То есть, либо за, либо против. Там уже сам каждый решает. Но все-таки надо что-то делать для того, чтобы что-то менялось. Если вот сидеть дома на диване и критиковать все, и при этом ничего не делать, то ничего не изменится. И хоть голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня, многие решили не отказываться от привычки. И пришли на участки в основной день. 1 июля явка была высокой. Оперный певец Александр Ворошила проголосовал в Барвихе. Я хочу, чтобы мое мнение, мой голос учитывался в жизни страны. Что касается конкретно сегодняшнего дня и поправок, то у меня больше всего, естественно, касающиеся вопросов культуры и здравоохранения. Все важно очень. Обрабатываем ротико, берем ротико и проходим на перчатки. Андрей Иванов проголосовал на участке 1960 в Одинцовском доме офицеров. Накануне глава муниципалитета проверил работу участковых избирательных комиссий и лично убедился, что меры безопасности беспрецедентные. А значит, ничто не может помешать жителям округа сделать свой выбор. Каждый человек, которому не безразлично будущее нашей страны, не безразлично будущее наших детей, внуков, конечно, не может остаться в стороне от такого исторического и очень важного события для нашего государства. Повышенное внимание к мерам безопасности было и в день голосования, но уже со стороны членов Одинцовской территориальной избирательной комиссии и общественной палаты. Вот так, открылись. В шатном режиме, все будет отлично. Сколько сегодня проголосовало на данный момент? 23. Сколько? Сегодня? Да, сегодня. Два часа. Отлично, люди идут, просыпаются. Очень рады просыпаются. Участки в Лесногородской школе, как и во всем муниципалитете, образцово-показательные замечаний нет. К слову, это голосование в целом обошлось без нарушений. Явка избирателей в Одинцовском округе составила более 75%. Из них за поправки в Конституцию высказались свыше 77%. Александр Вячеславович, мы тоже практически всю эту неделю были вместе с вами, работали на разных избирательных участках, смотрели, как работает и избирательная комиссия, как голосуют, как работают наблюдатели. И надо сказать, что все было очень спокойно. Вот именно понравилась работа комиссии, потому что настолько все слажено, настолько профессионально, настолько действительно. Вот у вас такая команда, такая хорошая армия, да, которая все по плечу. Да, я вот еще раз пользуюсь случаем, хочу нашим коллегам, председателям, в первую очередь, участковых комиссий и всем членам участковых избирательных комиссий сказать огромное спасибо за то, что они выдержали эту неделю. Вот, и выдержали, как уже сказал, достойно, не дав ни одного, ни малейшего повода для жалобы. Организовали этот процесс и провели его, в общем, достаточно хорошо. Не то, что достаточно, а хорошо. Ну, и явка, в общем-то, достаточно была высокая. Да, да. Поэтому, наверное, помимо такого, скажем так, доброго спасибо и хорошего слова избирательным комиссиям, наверное, все-таки хотелось бы несколько слов, чтобы вы сегодня сказали и тем, кто не стал отсиживаться дома на диване, все-таки нашел время, пришел и изъявил свою волю. Да, у нас явка, ну, она, в принципе, по цифрам примерно соизмерима с выборами президента. У нас традиционно в стране на выбор президента самая большая явка. И, конечно же, спасибо всем, кто нашел время в течение этой недели прийти на участок, кто решил, что ему важно самому принять участие в принятии этого важного государственного решения, не делегировать права решать за себя тем, кто более активен, тем, кто пришел. Спасибо тоже, что доверили нам, ну, оказали нам доверие в том смысле, что они побоялись прийти на участок тоже, поэтому надеюсь, что такая активность у нас будет и на дальнейших выборах тоже. Мы к этому готовы, у нас там бюллетеней на всех всегда хватает, и мы призываем граждан всегда активно принимать участие в этом процессе. И нам приятно, когда люди идут к нам голосовать, но мы, в конце концов, работаем для того, чтобы организовать голосование, обеспечить реализацию конституционных прав как можно большего числа граждан. Спасибо за беседу. Спасибо, спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.